Никаких вам хот-догов и фрикаделек. Икея уходит с российского рынка. Герои в белых халатах. День медицинского работника. Голодные игры по-казански. Первые игры будущего пройдут в Казани. Ура! Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Алина Красильникова. Исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский принял участие в онлайн-конференции, где представители высших учебных заведений обсудили с министром науки и высшего образования Российской Федерации программу создания передовых инженерных школ. Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома Икеа объявила о сокращении бизнеса в России и увольнении части работников. На данный момент ведется поиск покупателей четырех российских фабрик. Почему компания пришла к такому решению и каковы перспективы развития бизнеса под новым брендом, смотрите далее. Всего в России насчитывается более 15 магазинов, работающих под брендом Икеа. А штат компании достигает порядка 15 тысяч человек. В начале марта этого года на фоне событий на Украине торговые точки временно приостановили работу, а часть персонала стала заниматься возвратами товаров и обслуживанием магазинов и складов. Дело в том, что Россия сейчас находится под жестким давлением западных санкций. И многие комплектующие, которые раньше приходили из Европы и ряда других западных регионов, они сегодня в Россию не поступают. Ухудшение ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок послужило поводом для нового решения компании. Икеа заявила об отсутствии возможности возобновить продажи в будущем. Как следствие, группа компаний Интер-Икеа и группа компаний Инка приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес Икеа в России остается на паузе. Такое объявление размещено на официальном сайте торговой сети. Напомним, что в России также есть четыре фабрики Икеа, расположенные в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. На данный момент они уже ищут своего покупателя. Целый ряд компаний, таких как Макдональдс, Икеа и других крупных брендов, они России вынуждены под давлением своего правительства покидать экономическое пространство России. Но совершенно понятно, что те производства, те производственные мощности, которые у них были ранее размещены на территории России, они с собой забрать не могут. И возникает закономерный вопрос о том, что эти площади простаивать не должны. Как считает эксперт Казанского федерального университета, в данном случае можно ожидать развития ситуации, аналогичной с американской корпорацией Макдональдс. Вместе с рядом иностранных брендов она объявила о приостановке деятельности в России в связи с событиями на Украине. И совсем недавно обладателем российского бизнеса Макдональдс стал предприниматель Александр Говар. Тогда сеть ресторанов стала развиваться под новым брендом «Вкусно» и «Точка». Предполагается, что такое развитие событий ожидает и российское подразделение Икеа. Скорее всего, здесь будет происходить определенный ребрендинг. То есть, то, что производилась, та продукция, которая производилась ранее под маркой Икеа, она теперь будет, ну скажем так, российской, российским производством. Соответственно, будет какой-то новый бренд введен в оборот. Но вот те производственные мощности, те технологии, те стандарты, которые ранее были в рамках производства Икеа, они будут, скорее всего, сохранены, а может быть, даже улучшены. В конце апреля решение о продаже российского подразделения принял и польский производитель одежды ЛПП, под управлением которого находятся бренды «Резерт», «Хаус», «Кроп» и другие. Магазины приобрел китайский консорциум, после чего ранее закрывшиеся торговые точки стали открываться по всей стране под новыми названиями. Диана Желенкова, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. На месте событий побывала наш корреспондент. Для любого человека, выбравшего профессию медика, врача, конечно же, мы говорим, что это призвание. Конечно, в зале нет равнодушных людей. Конечно, в зале нет людей, которые боятся. Вы все, Дмитрий Анатольевич очень правильно сказал, стоите на страже. Вы те, кто стоят на страже нашего здоровья. В Институте управления экономики и финансов Казанского университета состоялось мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Он поприветствовал и поздравил медиков с их профессиональным праздником, исполняющий обязанности ректора Казанского университета Дмитрий Таюрский. Сегодня мы чествуем работников, которые стоят на страже нашего здоровья. В шестой раз мы отмечаем День медицинского работника, в центрах Казанского университета. И это очень значительная и очень знаменательная дата для нас. Во время мероприятия состоял церемония награждения более 200 сотрудников униклиники благодарственными письмами от Государственного совета Республики Татарстан и другими наградами. Это университет, в котором есть своя университетская клиника. То есть это не какие-то базы, где студенты учатся или еще что-то. То есть университетская клиника – это часть единого Казанского федерального университета. Мы с вами стали несколько мудрее. У нас появились чуть-чуть другие, но более прогрессивные технологии. У нас появились новые специалисты, у нас появились новые направления. Но ничего не поменялось в нашей жизни. Просто мы растем, развиваемся, мы становимся лучше, мы становимся сильнее, мы становимся более профессиональными. Несмотря на высокие темпы заболеваемости, врачам удалось сохранить довольно много человеческих жизней. Напомним, в 2015 году, согласно стратегии медицинского кластера, в состав университета была включена университетская клиника. Наблюдая первые положительные результаты в медицинском кластере КФУ, верится, что Казанец может стать центром высокотехнологичной медицины, признанным не только в России, но и во всем мире. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс. В 2024 году в России впервые в истории состоятся «Игры будущего». Все подробности выясняла Маргарита Михайлова. В сентябре 2021 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко презентовал «Игры будущего» – аналог олимпийских игр, которые объединяют в себе самые современные технологичные виды спорта. И вот спустя год на Петербургском международном экономическом форуме объявлен город, в котором мероприятие состоится впервые. На финальном этапе было представлено несколько вариантов – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга и федеральная территория «Сириус». Предполагается, что на первых играх будет представлено 15 дисциплин. Они будут оценивать как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. К примеру, участники будут состязаться в гонке дронов, робототехнике и киберспорте. «Конечно, это очень важная вещь. У нас вообще в Казанском университете есть и разработка игр, как направление подготовки, и есть киберспортивные команды, киберспортивные движения. Я думаю, что это замечательное будет сочетание как раз игр на стыке IT и спорта». Проведение первых в истории игр будущего запланировано на февраль 2024 года. Предварительно город готов отдать под состязание сразу 8 объектов. Так, в Казани-экспо состоятся соревнования по шутерам «Контурстрайк» и «Фортнайт», а также гонки дронов, электромобилей и электролодок. «Конечно, КФУ так или иначе будет принимать участие в таких мероприятиях. Вообще, в Казани киберспорт активно развивается, проводятся большие чемпионаты. IT-парк тоже, скажем так, наш казанский патронирует кибердвижение в Татарстане. Так что, я думаю, что мы будем активно в эту сторону двигаться». Напомним, ранее президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил о разработке пакета предложений по поддержке киберспорта. Предположительно, российские спортсмены смогут получить отсрочку от армии. Маргарита Михайлова, Универньюз. Подведены итоги студенческого литературно-творческого конкурса «Огонь победы в памяти поколений». О том, кто стал победителем в номинациях, расскажет Наталья Жирнова. Подведены итоги студенческого литературно-творческого конкурса «Огонь победы в памяти поколений». организованного Департаментом по молодежной политике Казанского федерального университета. Более 8 тысяч конкурсных работ, 218 лауреатов, 30 победителей. Такой размах приобрело мероприятие, основанное на патриотизме и памяти молодого поколения. На сегодняшний день для молодежи очень важно высказать свое мнение и свое отношение. И здесь, мне кажется, сложнее большой команде жюри, потому что прочитать это несколько тысяч работ, и из них по разным номинациям определить лауреатов и победителей, конечно, это гораздо сложнее. Каждый участник смог найти близкую для себя номинацию. Например, «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», где конкурсанты делились историями своих семейных героев. Или же номинация «Женское лицо войны», которой студенты напоминают, что победу подарили не только солдаты. Для участников из разных стран СНГ тема «Великой Отечественной войны» не стала чужой. Сегодня в рамках церемонии награждения вы видели, что и лауреатами, и победителями становились студенты из разных стран, которые обучаются в нашем университете. Вот и для Акмалу Вайдулаева – студенты Института международных отношений, чьи корни уходят в Азапикистан. Конкурс стал как возможностью попробовать свои литературные силы, так и отдать дань памяти «Великой Отечественной войне». Ну, естественно, тематика из тех, которые вызывают, возможно, наибольшие эмоции, особенно, можно сказать, у таких народностей, которые сообща, ну, я сам по своему этносу узбек, и также поддерживаю во многом те мысли, с которыми советский народ шел в бой. Поэтому, конечно, я также сопереживал, сочувствовал. Вайдулаев стал победителем в номинации «Письмо солдату». В конкурсной работе студент обращается в стихотворной форме к своему сверстнику. Я сравниваю те подростковые условия, которые где-то его окружают, и те, в которых я нахожусь. Я даю ему дань памяти, признавая его во многом преимуществом, моральным, в плане его судьбы. Каждый студент ежегодно может принять участие в конкурсе «Огонь победы в памяти поколений», чтобы раскрыть свои литературные возможности на основе такой важной для всех темы. Наталья Жирнова, Александр Кузнецов, Универньюз. Российское общество «Знания» получило более 400 заявок на участие во Всероссийском конкурсе театральных пьес для старшего школьного возраста и студентов. Прислать свою работу мог любой желающий в возрасте от 15 лет и старше. Самое интересное и актуальное драматическое произведение, которое определит экспертное жюри, в сентябре будет поставлено на сцене Московского театра с участием известных российских актеров. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok